Добрый день, друзья! Вас приветствует развлекательный портал Помидорка за решеткой И особенно я, Владимир Иванов Собственно, вы слушаете подкаст на сериалах И давайте же о них и поговорим Новости Джон Бэроумен, он же Малькольм Мерлин Он же Черный Лучник Все-таки вернется еще в сериал Стрела В частности, в финале второго сезона Сначала Контору, что называется, спалил сам актер А после еще и выложил фотку вместе с Уиллой Холланд Которая в сериале сестра главного героя И по совместительству внебрачная дочка самого Мерлина Поговаривают, что в финале его сюжетная линия благополучно закончится Будем надеяться Сэмюэл Эл Джексон Не против заскочить в сериал Агенты Щита еще разок Так как уже всем, кроме только боссов канала, известно, что сериал херовый и рейтинги у него никакие То привлекать аудиторию можно только вот такими методами Вообще странно, что глава организации в сериале про эту самую организацию появляется только один раз Дальнейшие серии, кстати, будут пояснять сюжет Первого Мстителя Другая Война Будем посмотреть Эдди МакКлинток, исполнитель роли Пита в телесериале Хранилище 13, заглянет в сериал Касл Где и так уже переизбыток и ДиАТИ, но видать этот ход должен окончательно прекратить муги сего телешоу Блеснет Эдди в финале шестого сезона, где-то в мае, ближе к середине Напомню, что последний сезон Хранилища стартует уже через пару дней Канал AMC рапортует, что спин-офф сериала про ходячих мертвецов все-таки не слух, а правда делается Слава сериальному богу, что отвечать за сериал будет Дэйв Эриксон, который уже работал над замечательным сериалом Сыны Анархии Правда и сериал Верь из-под его пера вышел, так что пока что счет 1-1 А я верю, блин, в смысле надеюсь на лучшее Продюсируют шоу Энгейл Хёрд и Роберт Киркман, уже знакомые по оригинальному сериалу Пока что это все По слухам, ждать неназванный сериал стоит осенью 2015 года Убогий Мотель Бейтса продлен на третий сезон Вот иногда диву даюсь, зачем такую посредственность продолжают и мучают тем самым народ Собственно, как оказалось, рейтинги у Сеала есть и они достаточно стабильные А к финальным эпизодам так и еще подскакивают А так как приличных шоу канала A&E не было почти никогда То им и такое в радость Съемки начнутся этой осенью В третьем сезоне будет 10 серий Выйдет сей ужас приблизительно в 2015 году Во все тяжкие снова подтверждает свой культовый статус В частности, исполнитель роли химика-анфетаминчика Брайан Крэнсон пообещал написать мемуары В которых подробно расскажет про процесс съемок и вообще много чего интересного сулит Книжка обещает быть дико популярной И если ее решат экранизировать, то главная роль щита и найдена Собственно, ждать ее в следующем году стоит Что посмотреть на этой неделе Силиконовая долина Новый сериал от HBO, ожидаемо, очень крут Теперь расскажу, чем именно Вот сколько фильмов или сериалов про айтишников Серьезно, по пальцам одной руки можно перечесть И мне, человеку, что когда-то чуть-чуть не выучился на данную профессию Этот факт довольно обиден Так что такие сериалы, как «Компьютерщики» или фильмы «Пираты силиконовой долины» Занимают определенное место в моем топе Или даже в сердце Так вот, есть команда подающих надежды программеров И они соглашаются на финансирование одного миллиардера Взамен чего 5% от прибыли пойдет от их запретений лично к нему А дальше комичные ситуации, пугающие разрывом шаблонов диалоги Ну и вообще нет ощущения, что вы теряете время или... Или хронометраж, который, кстати, всего полчаса растянут В целом, советую всем Поворот Вот и AMC выкатил свой новый сериал про, как они уверяют, историю первого шпиона Во времена Американской войны за независимость Сериал политкорректнее некуда Что-то типа Assassin's Creed 3 Только у героя нет исходного гражданства И методы у него более спокойные В целом, снято неплохо, аутентично даже местами Костюмы, декорации Но частенько кажется как-то дешево Но в целом, на твердую троечку с плюсом я б сказал Свой стиль отыгрывают Из каста хрен кого узнаешь Сплошь новые или не особо раньше примелькавшиеся лица Что, наверное, для нового сериала не особо-то и плюс Смотреть можно, понравиться тоже может Но, как по мне, вещь абсолютно необязательная Откровенная Трата времени Вот как-то так Герои недели В этот раз даже как-то рассказывать особо не проковат Вроде самых крутых, на мой взгляд, уже поспоминал Потому интерактивим и тут Предлагайте, кого упомянуть Или даже лучше просто из какого сериала А там я уж сам разберусь У кого будет больше всего лайков, того и ждем в данную рубрику в следующем выпуске Интерактив Какой твой любимый сериал? Калифорникейшн или Калифрения Или Калифорнийский блудник Или Блудливая Калифорния Жалко, что заканчивается в этом году Но, может, это и кушан Если не смотрел кухню, то хотя бы зацени Не стоит делать преждевременных выводов Попытался я посмотреть Трата времени Не умеют у нас еще снимать интересно и качественно Да не только сериалы, кстати Ну, это один из самых крутых сериалов Эвер В которых жизнь показана без прекрас, как она есть Со всей ее жестокостью, цинизмом, несправедливостью И тупой удачей местами Короче, годный сериал 18+, и все дела Отлично Посмотреть стоит Владимир, как относитесь к сериалам Банши и Демоны Довинчи? Посоветовали бы вы их начинающим сериальщикам? Демонов посоветовал бы Банши? Нет Его как раз смотреть нужно, когда обычные сериалы поднаскучили И хочется чего-то жестокого и бескомпромиссного Отношусь к обоим очень хорошо Банши почти досмотрел Демонов первый сезон не доосилил немного Но обязательно к нему вернусь Но бы сериалы годные Владимир, каково твое мнение о сериале Обмани меня? Не знаешь, почему его закрыли? И есть ли надежда, что его однажды продолжат? Спасибо Закрыли, считай, навсегда Потом, как Тим Рот не вернет сюда уж точно У него сейчас порядком своих проектов Закрыли его из-за рейдингов Потому как даже... Тогда Кассу рвал Доктор Хаус А они, как нетрудно догадаться, прямые конкуренты В общем, жаль, сериал был классный А закончился ни на чем Владимир, ждешь ли ты спин-офф Декстера? Потому что в последнее время появляются слухи, что его все-таки снимут А роль самого Декса предположительно сыграет все тот же Майкл Си Холл Спасибо, что ответил на мой предыдущий вопрос Тебе спасибо, чувак, за вопрос Ну, слухи о Ходячих подтвердились Спин-офф Брейкин Бэда тоже будет Посмотрим Вообще, я не против Тем более, что пробы пера были реально клевые Даже если экранизируют тупо их, будет уже отлично Значит, Майкла дико сомневаюсь Так как вряд ли он захочет вернуться к Декстеру Потому как не раз заявлял В определенных интервью Что Декстер это пройденный этап его жизни И не собирается он к нему возвращаться По крайней мере, за бесплатно Спасибо за подкаст Как всегда, со всеми доводами согласен Хотелось бы еще слышать Видеть в твоем подкасте сериалы Обязательные к просмотру Так сказать, по опыту А то вдруг мы какие обошли вниманием Или не заметили Ну, я разве что мог бы список составить Где постарался бы учесть все знаковые сериалы А если уж отдельный выпуск делать То хотя бы половину нужно пересмотреть к этому времени Ну, типа, как воспоминания освежить нужно А то я тут лост, который не последнее место в данном списке, кстати, будет занимать Пытаюсь пересмотреть уже почти месяц Так что вы немного понимаете, сколько мне на это время уйдет Будем постараться В общем, и что-нибудь, может, и придумаем на эту тему А так, можете в комментах свои списки пока посоставлять Будет интересно почитать Итак, народ, не забываем подписываться на канал Смотреть прохождение, ставить лайки И если хотите быть в курсе событий То следите за обновлениями Также советуйте новую тему для обсуждения в слове автора И можно поспорить над темой, поднятой в этом выпуске На этом все Услышимся через неделю Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok